Здравствуйте! В эфире передача «Вопросы и ответы». Мы продолжаем цикл передач с муниципальным унитарным предприятием «Автоспецтранс». У нас в гостях Кускичев Владимир Геннадьевич, заместитель директора предприятия. Лицо, как вы понимаете, замдиректор – это человек, который занимается стратегическими вопросами предприятия. Кому как ни с ним мне побеседовать о таком важном российском вопросе, как мусорная реформа. Все-таки, я не знаю, во-первых, она у нас, наверное, еще не вступила на территории Карелии в такое прямое, что ли, ну, в практикующее действие. Я правильно понимаю? Нет, совсем наоборот не так. По большому счету, мусорная реформа в Республике Карелии началась одной из первой в России. Я подразумеваю так, статусом регионального оператора компания «Автоспецтранс» была объявлена 18 февраля 2018 года, а с 1 мая в Республике в Карелии региональный оператор приступил к работе. Я понял, почему я ошибся и сказал, что, мол, еще не приступила. Вы сейчас говорите о решении административном, то, что у нас теперь как бы губернаторская команда отвечает, потому что этот оператор – это ООО «Автоспецтранс». Безусловно, да. Вот. А вы-то муп. И они вас, получается, наняли на работу, получается, таким образом. Вот эти формальности, они вступили в работу. А я так полагал, что мусорная реформа – это раздельный мусор, это какой-то мусорозавод, это цивилизованное обращение с мусором. Вот я правильно или я ошибаюсь? Все правильно. У нас в Республике это будет введено поэтапно до 2024 года. Но введение раздельного сбора уже с 1 января 2019 года организовано у нас, по крайней мере, в Петрозаводском городском округе. Это выставляются раздельные контейнеры для сбора макулатуры и ПЭТа. Но ведь это очень фрагментарно. Да, да, совершенно верно. Но есть такие компоненты, которые запрещены законодательно к захоронению этого металла и еще некоторые виды отходов, которые не должны складироваться на контейнерных площадках и в контейнеры для мусора. Вот это интересная очень тема. Телезрителю акцент, вот давайте выскажем. Дело в том, что в советское время не было проблем ни с металлом, ни с бумагой. Макулатуру собирали, металлолом тоже отдельно все сдавали. И только в 90-е прекратилась эта тема, и это все пришло, навалилось на ваши свалки. Так я понимаю? Наверное, все-таки не так. Потому что и сейчас пункты приема металлолома, и черных металлов, и цветных металлов, они работают. Только суть в том, что они работают, конечно, большими объемами. И в советские времена не считалось, что консервные банки, предположим, да? Кто пойдет сдавать консервную банку? Естественно, выкинули в мусор, и все. А на данном этапе сейчас, вот о том, что вы говорите, мусороперерабатывающие или мусоросортировочные заводы как раз должны выделять полезные фракции из ТКО, чтобы уменьшить и объемы ТКО. Скажем, но у нас пока не существует возможности раздельно как-то вот разложить мусор. Нет, наоборот, у нас разбольные. Возможность это есть. У населения, предположим, далеко ходить не надо. Есть соседние страны, где это уже применяется в домах. Не надо, если разделять, это не значит, что три ведра там должно стоять. Достаточно одного, но только чтобы три раздела было, предположим, да? И можно сортировать тару из подмолочных продуктов, но, естественно, ее хранить долго дома не будешь, ее нужно и обработать, ну, помыть предварительно. Пэт-бутылки, то тоже самое. Конечно, не все это хотят делать, но, тем не менее, это можно делать и организовать это. Но и заинтересовать, конечно, население нужно в том плане, чтобы это финансово как-то стимулировалось. Хорошо. Вот я купил такое ведро, хотя я себе плохо представляю, что не такие ведра есть на три отдела. Ну, по крайней мере, будучи знакомым в Финляндии, я это не видел. Подождите, вы мне про Финляндию рассказываете, либо про мой дом родной. Потому что, опять, передовой опыт нужно откуда-то применять. И проще посмотреть, как это делается в цивилизованных странах, где это все-таки, как сказать, наверное, большой процент отходов сортируется все-таки. И уменьшается объем ТКО, который идет на свалку, на захоронение. Владимир Геннадьевич, не сомневаюсь насчет Финляндии. Мы просто говорим про нашу Карелию. Мы пока еще так не можем. Да нет, вот как раз мы это и можем. Суть в том, что начало раздельного сбора автоспецранс положил уже в 2010 году, когда был пилотный проект, предприятие закупало контейнеры для раздельного сбора. Были приобретены вначале один автомобиль, Вольво, мультилифт с манипулятором, который собирал эти отходы. Контейнеры, площадка, повторюсь, площадка была не заводна. Вы сегодня работаете с раздельным мусором? Нет. Так я про то же. Вот, не работаем, но это ряд причин, по которым мы не работаем. Да, да, наверное, есть ряд причин, потому что это все становится только еще, потому что еще есть... Хорошо, давайте с другой стороны я к вам подойду. Мы все-таки не такой богатый регион. А вот, например, я слышал, что в том же Мурманске там уже в полный рост все это работает. Я правильно беру регион? Да, в марте 2018 года мы посещали город Мурманск, встречались с региональным оператором, который работал, начинал работать в городе Мурманске. И подготовка у них до того, как оригинальный оператор приступил к выполнению своих обязанностей. За два года они вложили инвесторы более двух миллиардов в создание инфраструктуры. Это создание нового полигона. И также на территории этого полигона мусоросортировочный завод был организован. Слушайте, вот для меня просто фантастично это звучит. Вложить 2 миллиарда рублей инвестиций, это должен быть, конечно, очень богатый инвестор, который должен в краткосрочный период, это же Россия, видеть возвращение этих денег. То есть настолько мусор является, в общем-то, прибыльным бизнесом, я так понимаю. Да? Совершенно верно. И тогда подтвердите, и как тот предприниматель, или, назовем им, инвестор, вернул деньги в Мурманске? Ну, надо, нельзя говорить, что он вернул эти деньги. Это все-таки бизнес, и на перспективу понятно, что вложив деньги, за год ты их не вернешь. Это перспектива на будущее. А, это только год работает еще у него. Ну, понятно. Насколько я понимаю, ваше положение такое, что вы выиграли на тендере, заявив там свои возможности, да, заявив ценник, или ценник не вы заявляли на отходы. Это, естественно, оригинальный оператор предъявил. Но, если вы на это пошли, значит, вы согласились. Значит, вы являетесь прибыльным, интересным предприятием. Получается так. Если вы пошли на эти цены, я правильно понимаю? Да. Совершенно верно. Вот. И это при том, что вы еще работаете, ну, как бы по-старому, потому что вот у вас как раз нет вторичной переработки. Этого еще нет. То есть, а тут вот лежат ведь основные деньги, я так понимаю. Нет, наверное, нет. Вот как раз здесь не то. Все считают, что переработка или обработка вторсырья приносит значительные доходы. Это все не так. В целом, если будет это комплексно, и сбор транспортирования, обработка мусора, это приносит доход. Понятно, что с разных фрагментов, значит, всего этого дела складывается. Так как раздельный сбор красит вроде бы, раздельный сбор звучит вроде бы и красиво, но суть в том, что сейчас внедряется он в республике Карелия, но на данном этапе даже тариф на раздельный сбор не утвержден. Мы понимаем, если это одна контейнерная площадка, где осуществляется раздельный сбор, если сейчас до раздельного сбора приезжает два мусоровоза, которые забирают ТКО с контейнеров и крупногабаритный мусор, это другой мусоровоз. Если будет организован раздельный сбор мусора, соответственно, это должен будет приехать еще один, третий мусоровоз. Соответственно, затраты будут у предприятия увеличиваться. Да слушайте, не в три ли раза? Ну нет, не в три. Соответственно, если два автомобиля будет, третий, там немножко побольше будет. Понятно, что затраты будут. А главные затраты предприятия – это автотранспорт? Безусловно. Ну, это автотранспорт и обслуживание автотранспорта. Это же водители, как начальник автокомнат говорил, это водитель и грузчик. Водитель и грузчик, то есть вот эти. А скажите, как много народу на предприятии в кадровом составе? В кадровом составе на данном этапе сейчас 175 человек. Это ведь не так много. Ну, до 2012 года на нашем предприятии работало 360 человек. 360? Да. В два раза больше? Так безусловно, потому что мы обслуживали весь Петрозаводский городской округ. Ага. То есть сейчас у вас объемы, это у вас отобрали, либо вы сами не пошли на дополнительные какие-то? Ну, так получилось. Так получилось. Ну, я понимаю, вы замдиректора, на какие-то мои вопросы вам надо дипломатично отвечать. Давайте, телезрители, отнесемся с пониманием к такому вопросу. Давайте вот еще чего коснемся. Вот все-таки посетил я вашу свалку, и в других местах свалки горят. Вы вот умудряетесь, у вас вы работаете качественно. Ваша свалка вот избегает такой беды. Город Петрозаводск не знает. А ведь что такое горящая свалка? Это нет опасности, то, что это передаст огонь куда-то. Там невозможно. А то, что в воздух подымется очень много разных газов и запахов. Вредных веществ, скажем так. Да, вредных веществ. Вот она главная опасность, пожароопасность. И вот вы умеете работать, что этого нет. По работе свалки, технологические регламенты, если его соблюдать, естественно, бывают человеческие факторы, когда возгорания все-таки случаются. И в кратчайшие сроки мы стараемся ликвидировать эти возгорания. Но это сложный процесс, потому что суть в том, что в представлении обывателя, может быть, пожар, это открытый огонь. На самом деле, пожары на свалке, это не открытое пламя, это задымление огромное. Потому что пожар идет внутри. Это как горячий туф. Безусловно. Аналогия, да. И для того, чтобы погасить этот пожар, по большому счету, не вода не поможет, ничего, а только засыпка грунтом, песком. Чтоб туда кислород не поступал. Да, совершенно верно. Вот единственная возможность. Слушайте, благо, я так понимаю, дорога на вашу свалку приведена в порядок. Буквально вспомнить несколько лет назад. Да, да, совершенно верно. Но если вспомнить, когда начинала свалка работать, там была асфальтирована дорога. А вот так? Там асфальт даже? Да, совершенно верно, асфальт. Но по состоянию на 2009 год, она была в ужасном состоянии. Потому что, представляете, что такое асфальт, и ямы в асфальте. Их не засыпать, ничего, не отгрейдировать, ничего. Но с помощью администрации Петербургского городского округа часть дороги была отремонтирована. Это было снято асфальтовое покрытие. Но она сейчас как грунтовая у вас, да? Да, да, да. И теперь она... Можно ее грейдировать. И поддерживать ее в более-менее нормальном состоянии. Может быть, повторюсь, я уже говорил, есть дорога на свалку не в отличном, но в нормальном рабочем состоянии. Потому что... У меня буквально минута для работы с вами. Хочется для телезрителей сказать одну любопытную деталь. О том, что мы ведь все-таки... Наверное, трудно нас назвать цивилизованными в смысле выброса мусора. Столько несанкционированных свалок в черте города, да? Их просто пальцев рук не хватает там на ногах и руках, чтобы перечесть. И я так понимаю, что в ваши прямые обязанности эти свалки не входят. Только контейнерные площадки ваши. Совершенно верно. И я так понимаю, мэрия, которая является все-таки... Ведь они же ваши непосредственные собственники, да? Это же... Вы же муниципальное предприятие. Да, да. Учредители. Учредители, да. Собственники, некорректное слово. И они вам звонят и называют точку. И вы едете и убираете этот мусор. Ну, немножко, наверное, не так. Андрей Никефирович, я поправлю. У вас дело в том, что на территории Петрозаводского городского округа свалок ТКО... Я, наверное, могу ошибаться, но, наверное, их даже и нет. Потому что больше образуется свалок строительного мусора и другого мусора, который не относится к такому. Но это тоже будет являться несанкционированной свалкой. И это зона ответственности. Естественно, если на земле Петрозаводского городского округа, соответственно, администрация Петрозаводского городского округа несет ответственность. За уборку этих свалок. Ну да, я не говорю про характер мусора, а про тушу. Нет, так вот суть-то в этом и заключается. Потому что Петрозаводский городской округ на 100% обеспечен контейнерами, над площадками для сбора ТКО. А скажите, а вот она, сенсативная свалка. Найти хулигана ведь, наверное, несложно по характеру мусора. Этим вообще кто-нибудь занимается? Найти несложно, но этим никто не занимается. А вам это дорого заниматься? Нанимать еще какой-то следственный комитет свой собственный, да? Понятно. Мы беседовали с заместителем директора предприятия автоспецстран с Кускичевым Владимиром Геннадьевичем. Спасибо вам большое за этот разговор. Пожалуйста. До свидания. До свидания. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова